Мы продолжим наше заседание. Следующий доклад. Опыт применения гипертермии в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Доктор Истомин, Минск, Беларусь. Доктор Истомин, Минск, Беларусь. Доктор Истомин, Минск, Беларусь. Бывает. Значит, центр состоит из 9 научных отделов, 15 клинических отделений. Работает у нас 1740 сотрудников. Из них 389 врачей, 23 доктора, 74 кандидата. При центре работает совет по защите диссертации по специальностям онкология, лучевая диагностика и лучевая терапия. Наш отдел состоит из 15 сотрудников. Включает в себя научная база отдела экспериментальную группу и группу химиотерапии. Клиническая база отдела состоит из отделения гипертермии и фотодинамической терапии, отделения химиотерапии и отделения интенсивных методов лечения. Занимаемся мы от экспериментально-поисковых исследований на клеточных культурах и лабораторных животах до участия в полноценных рандомизированных клинических исследованиях. Коечный фонд центра 830 коек и 12 коек отделения реанимации. Проблемы при лечении злокачественных опухолей, с чем мы сталкиваемся, это прежде всего метастазирование, рецидивирование, устойчивость к лучевой химио- и гормоно-иммунотерапии. В чем-то я повторю те тезисы, которые говорил Рейнк-Нюллер, о причинах термочувствительности опухоли. Это прежде всего несовершенство строения кровеносных сосудов, опухоли, которые обуславливают повреждения. Почему опухоль чувствительна к температуре? Это несовершенство строения кровеносных сосудов, быстро адгезеритроцитов в опухолевых сосудах. Это дефектный внутриопухолевый кровоток, который способствует более медленному, по сравнению с нормальными тканями, вымыванию тепла из опухоли. Все это дает возможность нагреть опухоль до необходимой цитостатической температуры, без перегревания нормальных тканей. Гипертермия вызывает активацию магрофагров, естественных киллерных клеток, иммунологическое действие цитокинов, а также усиливает иммуногентность через связку белки теплового шока. И денатурация белка при температурах выше 40 градусов, которая ведет к изменению структур молекул цитоскелета и мембраны, повреждению ферментов, участвующих в синтезе и репарации ДНК, истощению энергетических запасов клетки. Возможность биохимической модификации. Все наши сеансы общей гипертермии, которые мы используем, мы проводим параллельно или одновременно с сеансами искусственной гипергликемии. То есть идет повышение уровня глюкозы в крови где-то до 25-30 мм на литр. В чем причина? Прежде всего, это опухолевая ткань характеризуется анаэробным типом метаболизма, выраженной гипоксией клеток, низким pH и повреждается теклом в большей степени, чем нормальная. То есть, вводя, создавая искусственную гипергликемию, мы позволяем достичь количественных различий между тканями по такому важному показателю регуляции скорости и направленности всех метаболических процессов опухоли, как pH. И вследствие избирательного снижения pH, образования накопления больших количеств лактата, ингибирования кровотока, происходит гибель опухолевых клеток в зонах с плохим кровоснабжением. Терапевтический потенциал основан на индукции острого ацидоза, недостаточной перхузии, гипоксии, аноксии опухоли. Результат сенсибилизации клеток гипертермии. Как гипертермия повышает эффективность химиотерапии? Прежде всего, изменяет фармакокинетику и фармакодинамику препаратов, способствует их внутриклеточной концентрации. Все препараты, в принципе, делятся на несколько уровней. С линейным увеличением цитотоксичности при повышении температуры. Это алкилирующие препараты, метамицин, препараты, содержащие платину. Это химиопрепараты с пороговым увеличением в интервале 37-42 градуса, когда их цитотоксичность увеличивается незначительно, и выше 42-43, когда это действие четко прослеживается. Препараты цитотоксичность, которых не меняется при температурах 37-45 градусов, это метатриксат, фторурацил, инкристин, вимбластин. И гипертормия с метамицином С, метрозом очевидной, цисплатином, доксорубицином позволяет преодолеть резистентность опухолей к этим препаратам. Методы создания гипертормии детально останавливаться не буду, но это и локальная, неинвазивная, локально-инвазивная, регионарная и общая. Показания к использованию общей гипертормии. Прежде всего, это далеко зашедшие и генерализованные формы злокачественных опухолей, при которых традиционные методы лечения неэффективны или представляются заведомо бесперспективными. Это не обирабельные формы опухолей с целью их перевода в результате регрессии в резектабельное состояние. Это не радикальное или условно-радикальное хирургическое вмешательство, но образование, при которых в процессе лечения развилась устойчивость, в цитостатической терапии химио-резистентной опухоли. Пациенты, которых мы лечим в нашем центре, это пациенты с саркомами мягких тканей 3-4 стадии, рецидивы, метастазы после ранее проведенного радикального лечения. Это меланомы кожи стадии 3, метастазы стадии 4, рецидивы, метастазы после ранее проведенного лечения. Саркомы костей, метастазы почечноклеточный рак. Основное количество пациентов идет при наличии отдаленных метастазов, нерезиктабельной формы первичных метастатических злокачественных опухолей печени. Рак молочной железы с отдаленными метастазами. Противопоказания, которые у нас существуют, это состояние пациента по шкале Корновского не хуже 70%, кокексия, активная форма туберкулеза, сопутствующие заболевания с явлениями декомпенсации, сопутствующие заболевания, при которых достаточно высок риск кровотечения, локализация опухоли в области головы и шеи, анемея, лейкопенея и тромбоцитопенея. Значит, здесь я должен отдельно остановиться на истории развития гипертермии. Вот, Манфред фон Ордене. О нем можно говорить очень много, часами, но, в принципе, вся концепция, которую он разработал в 60-е годы, в принципе, используется до сих пор во всех странах мира. Но чем меня потрясает этот ученый, это частная лаборатория в годы, вот, Второй мировой войны, где он занимался расщеплением урана, в первые дни после победы полностью переходит Красной Армии, достаются где-то 15 тонн урана, центрифуги, и Манфред фон Ордене с лаборатории попадает в Сухуми, где занимается расщеплением урана в атомном проекте Советского Союза. Самое потрясающее – это то, что, находясь, по сути дела, в плену, по 55-й год, в 47-м и 53-м он получает две сталинские премии за свой вклад в развитие атомного проекта. В 55-м он попадает в Германию, ему возвращают все то имущество, которое у него было, вот, и он открывает частный институт, уйдя от физики, внедрившись в медицину, в биологию, разрабатывая многоступенчатую терапию рака, которая включала в себя гипертермию, гипергликемию, химию, радиотерапию, иммунотерапию. Открывает частную клинику, где пытается лечить их больных, первые результаты были не самые удачные, и когда мы пошли по его стопам, вскоре он приехал к нам. Значит, в конце он написал книгу, которая уже выдержала свыше 10 изданий, где он... счастливая жизнь для науки и техники, где он обращается к молодежи. Все новое возникает как плод творческого настроя, который я особенно ценю в молодых ученых. Став перед собой вопрос, как ты дальше можешь оптимизировать плод своих трудов. Такая установка всегда приводит к внутренней, дающей силе удовлетворенности. Значит, через 5-6 лет после начала работы он приезжает к нам, потому что у нас не было тех побочных эффектов и трудностей, с которыми он столкнулся. Для него было откровением, что мы также занимаемся проблемами общей гипертермии. Когда мы встречали... Да, у него три сына, все они пошли по стопам. Манфредо фон Орден, один из них мы встречались, также был удивлен, плохо знал. Инициаторами гипертермии в нашем центре были это директор центра Николай Николаевич Александров и министр Николай Евсеевич Савченко. Именно они вдохновляли, именно они помогали двигаться в этом направлении. Исполнителем, ответственным исполнителем был Семен Захарович Фрадкин, который в 88-м году уже за разработку гипертермии, разработки и внедрение в практику метода лечения злокачественных опухолей с использованием гипертермии, гипергликемии, мы впервые из медиков в Беларуси и получили государственную премию. До 88-го года использовали водостроенную гипертермию, когда тело больного рошало сверху горячей водой при температуре где-то 45 градусов, но дальше мы отказались от этого метода, поскольку нагревались только поверхностные слои тела, затем внутренние были осложнения, и эффективность была не самой лучшей. С 88-го года мы используем радиочастотное электромагнитное излучение в ВЧ-диапазоне 13,56 МГц. Используем две установки. Одна яхта-5, которая выпускается в Обнинске, и Птичь, наша белорусская разработка. Яхта-5 позволяет проводить как региональный нагрев, так и общий. Сейчас мы создали у себя силами наших ученых установку для общей электромагнитной гипертермии, которая также называется Птичь, но она имеет малогабаритный ВЧ-генератор с устройством автоматического согласования, эластичные мембраны, шесть каналов измерения температуры с достаточно высокой точностью, одна десятая, автоматическое регулирование мощности ВЧ-излучения, визуальную и звуковую сигнализацию нештатных ситуаций, и все идет под контролем встроенных средств безопасности. Значит, это хорошее наркозное обеспечение, вот это многоканальная модульная система контроля температуры, это планирование гипертермического воздействия с графическим изображением на мониторах компьютера и в зале, и система управления и контроля комплекса. Значит, основной экспресс информативные показатели, то, чего мы придерживаемся в процессе проведения сеанса общей гипертермии. Ну, это, как я уже говорил, состояние пациента по шкале Корновского, мощность электромагнитного поля не выше 400-450 Вт, прирост температуры достаточно медленный, до 1,1 градуса в минуту, выход на режим в течение 35-40 минут, голова охлаждается установкой холод, холодный воздухом, где-то на температуре 8-10 градусов, температура в прямой кишке не превышает 42,5 градуса. В период собственной гипертермии режим поддерживается в течение часа. Гипергликемия, я уже говорил, на уровне до 30 ммл. Ну, дальше давление, центральная венозная частота пульса. В среднем у нас проводится около 150 сеансов общей гипертермии в год. Ну, ваш пультик, как моя доля. Так. Осложнения, которые мы испытывали, это прежде всего токсические милосупрессии, тошнота, рвота, носовые кровотечения, сердечно-сосудистые различные виды аритмии и гипотонии, неврологические, куда входят полирадикулы невриты, энцефалопатии, синдром Адамкевича, атрофические ожоги кожи, эндураты, мягкие ткани. Зависимость, когда возникают эндураты, трудно сказать, или это плотные женщины, но вот здесь это бывает. Нарушение свертывающей и противосвертывающей системе крови, ДВС-синдром. Летальность погибла у нас за эти годы 6 пациентов на 3,5 тысячи сеансов. В том числе 4 пациента от ДВС-синдрома, один больной от нарушения мозгового кровообращения, один от острой печеночной недостаточности. Все пациенты имели место генерализованной формы злокачественных опухолей. Теперь о результатах, которые у нас были. По раку почки с местным регионарным распространением процесса. 199 больных из них, все они подразделены на группы. 58 из них выполнено 228 сеансов общей гипертермии с искусственной гипергликемией, введением адриамицина в дозе 50 мг на метр квадратный. Подразделялись на пациента, у которых была операция, предоперационное облучение, предоперационное и послеоперационное облучение и операции в сочетании с общей гипертермией, гипергликемией и химиотерапией. Как вы видите, погодовая выживаемость пациентов, у которых были курсы общей гипертермии с искусственной гипергликемией, статистически выше, чем во всех остальных группах. Теперь по частоте возникновения отдаленных метастазов у больных раком почки. Все они были поделены с местно-регионарным распространением опухолевым тромбом в венозной системе и метастазами в регионарных лимфоузлах. Пациенту, у которых была операция с последующими гипертермией и гипергликемией, эти показатели были статистически меньше и по местно-регионарному распространению, и по количеству образования тромбов в венозной системе. Выживаемость больных раком почки с инвазией опухоли в печеную и нижнюю полую вены. Пациенту, у которых операция сопровождалась в сочетании с послеоперационной общей гипергликемией и гипертермией, химиотерапией, выживаемость была статистически верна на протяжении 5 лет. Такие же данные мы получаем у больных, у которых были метастазы в регионарных лимфоузлах. Это еще больные почечноклеточным раком, 1297 больных, которые по своим методам лечения подразделялись на хирургические, комбинированные, где было предоперационное облучение операции, дальше предоперационное облучение сомболизацией, последующей лучевой терапией, термохимиотерапия с доксорубицином и последующей операцией, и дальше опять 2-3 сеанса общей гипертермии, и термохимиотерапия с иммунотерапией. Всего 376 сеансов общей гипертермии с искусственной гипергликемией. Тискаю. Тискаю. Поготовая выживаемость пациентов с низкодифференцированной саркомами мягких тканей. Здесь воздействие было локальной СВЧ гипертермии операции и последующей общей гипертермией с гипергликемией химиотерапией. Вторая группа – локальная СВЧ гипертермия, случевой терапия операции, безобщей гипертермии. И дальше – простая операция с лучевой терапией, химиотерапией. Группа, где операцией предшествовала локальная СВЧ гипертермия, операцией последующей общей гипертермией, и, как вы видите, показатели по годовой выживаемости существенно выжив по сравнению с другими группами. Безрецидивная выживаемость больных саркомом мягких тканей также была гораздо выше в группе, где шло сочетание локальной свечей гипертермии, операций с общей и искусственной гипергликемией и химиотерапией по сравнению с другими группами. Наверное, он медленно отвечает. Объем хирургического лечения пациентов саркомом мягких тканей показывает в том, что органосохраняющая операция и процентное выполнение был гораздо выше, если применялось комбинированное лечение в сочетании с гипертермией. Ампутация конечностей у данных пациентов была намного ниже в процентном соотношении. Выживаемость больных саркомом из-за брюшинного пространства низкой степени дифференцировки. 39 пациентов, которым после операции, химиотерапии, лучевой терапии проведено 122 сеанса общей гипертермии, однолетняя выживаемость и двухлетняя были статистически выше. Это данные Исмаил Заде по лечению детей с саркомами мягких тканей, саркомой Юинга, почечноклеточным раком, остеогенной саркомой. 71 пациент от 6 до 16 лет. У 34 из них общая гипертермия использовалась как адьюван стандартным методом лечения. Полная частичная регрессия достигнута у 15 пациентов из 34. Пятилетняя выживаемость составила 54%. У 37 общая гипертермия использовалась как сальвич-терапия, не ответившая на лечение, то есть ли ранний рецидив. Полная частичная регрессия достигнута у 14 пациентов. Сегодня центр закупил, кроме того, что мы имеем установку для общей гипертермии, созданную, центр закупил также гипертермическую систему Цельсиус. Сейчас она проходит сертификацию. Она также для региональной гипертермии. Длина волны, та же самая частота 13,56 МГц. И позволяет нам выйти на достаточно высокий мировой уровень, что говорит о том, что мы готовы к любому научному сотрудничеству в данной области, к выполнению международных протоколов, к любым контактам в этом направлении. Из предыдущих выступлений вы слышали, как важен уровень качества измерения температуры в опухоли, получение качественных изображений, как из доклада в Андерзее, как технический прогресс способствует повышению качества лечения и повышению уровня эффективности гипертермии. Значит, тем не менее, когда я вижу в Ютубе этот ролик, меня всегда потрясает, где можно зарабатывать деньги, потому что пациенты оттуда потом поступают к нам в центр. Можно включить. Это называется не гипертермия. Посмотрите внимательно. А звук есть? Ну не может быть. Вся процедура длится 20 минут. Когда мы говорим о развитии технических установок и так далее, уровня их развития, то там должен быть звук. Он говорит о папаптозе при опускании пациента в ванну на 20 минут. Да, это температура воды. Это введение химиопрепаратов, я понимаю. Звук должен быть. Ну заканчиваем тогда, больше не интересно. И последний слайд, если можно. Таким образом, что важно в развитии гипертермии? Это не только тот технический прогресс, который мы должны использовать, те установки для создания качественной температуры. Вот. Только тогда можно прийти к каким-то эффектам, каким-то успехам и к тому, чтобы быть удовлетворенным. Поэтому очень важно не выплескивать ребенка в этой нашей деятельности, в этом нашем направлении. Спасибо за внимание. У кого будут вопросы? Сергей Васильевич? Вы знаете, в моей далекой молодости, когда еще в вашем вопросе подъявили Александр Александрович, то основной визитей, как я понимаю, используется гиперкарней в онкологии. Так? В физике это было посещено. Как вы все-таки вот при всех разных вариациях, и гипертермия, и химиотерапия там у вас была, и частично-молочевая терапия, каким же образом вы измеряли величину температуры в центре того воздействия, куда вы, так сказать, хотели попасть? Учитывая, что у вас была установка яхты. Ну, неважно, там один, два, три и так далее, они мало вдруг отличались. Значит, к сожалению, измерение температуры на установке яхты в локальных установках, которые мы использовали в фрязинского производства, девяткого, они у нас так и не зарегистрированы, мы прекратили работать. Это шел только контактный метод, а инвазивный метод измерения температуры. При общей гипертермии идет измерение ректальной температуры в пищеводе, в ушной раковине. Вот. На сегодняшний день установки, позволяющий измерять температуру на уровне МРТ томографа, той, которая обладает БСД, у нас пока нет. И у меня второй такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у вас там на ряде слайдов было показано сочетание лучевая терапия, сочетание с химиотерапией и сочетание с гипертермией. Как вы при этом меняли, из чего вы исходили при расчете дозы лучевой терапии? Потому что, понятно, после того, как вы провели гипертермию, биологическая эффективность, скажем, те же 10 грей, она совсем не то, что 10 грей без гипертермии. Так? Каким образом вот учился вот этот фактор? Значит, четкой программы, насколько нужно снижать дозу лучевой терапии, мы так и не достигли. Но, как правило, она была на 30-40% меньше, как и доза химиопрепаратов. То есть только из чувства, ну, наверное, не навреди. Вот. Но насколько надо снижать, этого я сейчас так же не могу сказать. Насколько лучевая терапия, гипертермия позволяет снизить дозу лучевой терапии. Теперь, извините, пожалуйста, если я правильно понял, вот у части больных, которых вы показывали здесь, саркомы мягких тканей, там лучевая терапия, в том числе, небольшая там была доза, она делалась до операции, или только после операции все делалось? Значит, как правило, до операции. Вот, особенно у больных раком почки. Нет, нет, не почки, почки. Нет, как правило, до операции, если и у части больных, если операция была нерадикальной, последующая потом гипертермия, шли еще сеансы лучевой терапии после, если позволяла доза. Вы знаете, мы вот столкнулись с такой проблемой, что если даже небольшая доза, и мы, и американцы, тоже достаточно много публикаций было у них о том, что если делать лучевую терапию до операции, при саркомах мягких тканей, я совершенно не беру, сейчас почку, то там могут быть тяжелые осложнения. Даже, скажем, при обычной дозе, ну, где-то порядка 40 грей, да, когда давали, без всякой гипертемии, разумеется, там осложнения достигали 35%. То есть это немыслимая совершенно вещь. Были даже такие осложнения, когда приходилось удалять потом конечность из-за этого осложнения. Так вот, вы как-то это учитывали при расчете дозы, в том смысле, чтобы, ну, избежать неприятностей, поскольку уж очень страшно подводить... Да, из опыта лечения саркомах мягких тканей, как правило, эффективность зависела прежде всего от установки, которую мы применяли, от глубины возможностей прогреть данную опухоль. Если это шла локальная гипертермия, то это шла установка плод, где-то на 460 МГц, глубина проникновения у него была не больше 4-6 градусов, и если поступал пациент саркомы, превышающий данную глубину, то тоже были свои проблемы. Поэтому доза лучевой терапии, как правило, наверное, не снижалась, и каждый подход к каждому пациенту был индивидуальный в зависимости от его индивидуального ответа на проводимое лечение. Если он, если это выдерживал и не было осложнений, то доза лучевой терапии проводилась полностью. Благодарю вас. У кого еще есть вопросы? Доктор? Я полагаю, что система гипертермии, это была ямкостная система, которую вы использовали, поэтому глубина гипертермии, системы гипертермии в этот момент должна была именно такой, как вы упомянули. И доктор Риммер говорил о разнице между вот такими лучевыми и ямкостными системами. Если у вас вестеральные опухоли, например, то в этом случае у вас будет небольшая пенетрация электромагнитной волны в опухоль. И эффективность гипертермии в таких крупных опухолях, как мягкотканная саркома, будет сильно ограничен. Рейнер, помогите мне, пожалуйста. Да, нет, если можно, что нужно ответить по саркомам? Или это было заключение? Он сделал комментарий, что он немножко скептичный, поэтому, что вы работаете с этим капацитативным системом, и он по профессии физик, и как физик он скептичный, что вы получаете в опухоли этой температуры, которые с его точки зрения нужны. Я полностью согласен. Такой его комментарий был скептичный. Да, я полностью согласен. Только теперь я могу сказать, что получив установку Цельсиус в фото-иту, мы гарантируем, что у нас будет равномерный измерение, то есть равномерный нагрев в опухоли, и мы готовы к рандомизированным исследованиям в данной области. Все, что было до этого, это был индивидуальный подход каждому пациенту в зависимости от размера опухоли, его терпения, переносимости, и мощность излучения всегда была разная и тому подобное. Сегодня, имея регионарную установку с глубиной до 20 сантиметров, мы чувствуем себя уже, ну, как сказать, наверное, удовлетворенными. Кто-то еще хотел? Извините, не знаю ваше имя и отчество. Возможно, мой вопрос будет несколько в стороне, но я хотел попросить вас оценить такую вещь, как магнитная гипертермия с помощью магнитных раночастиц или магнитных биокомпозитов. Сказать пару слов о перспективности и, возможно, полезности. У нас несколько центров занимаются этим направлением, вот, идут проекты, но, видимо, идет особенно вопрос о доставке сейчас в центре или в Белоруссии проблема злокачественных опухолей головного мозга, особенно у мужчин. Идет стремительный рост. Центр стал специализироваться на данных пациентах. Есть проекты по магнитной доставке лекарственных средств опухоли головного мозга. Есть проекты по усилению частиц и гипертермии. Есть феромагнитная гипертермия, которую Академия наук говорит, что они уже могут лечить пациентов, когда опухоль обкалывается феромагнетиками и попадает в поле электрическое, где идет также фантастически ровный нагрев температуры. Все проекты в стадии экспериментов, в стадии еще не утвержденной, но то, что они имеют перспективу, да, я думаю, как немножко страна выйдет из кризиса, они все пойдут в силу. Но феромагнетики и гипертермия, и те статьи, которые идут, да, это перспективно. Есть еще вопросы? Вот то, что вы мне сейчас сказали, чрезвычайно интересно, в том числе и для нас, потому что мы тоже занимаемся опухолями головного мозга, но заменяется с помощью лучевой терапии. Скажите, пожалуйста, официально в нашей стране кому-нибудь разрешено вводить феромагнетики в опухоль человеку и с последующим лучевой терапией? Я не знаю. У нас в Белоруссии не разрешено, поэтому, что то, что мы сейчас используем у данных пациентов, пока идет только первая фаза клинических испытаний, это сонофотодинамическая терапия. Пока идут пациенты только с рецидивом и глиобластом, когда, имея белорусский фотосенсибилизатор, фаталон, во время операции у него свойства, он преодолевает гематоэнцефалический барьер, прекрасная проблема для данных пациентов, накапливается избирательно. Вот, в пораженной зоне идет облучение ультразвуком для создания большей глубины проникновения препарата и дальше облучение светом лазера, при котором данный препарат возбуждается. Мы пролечили 10 пациентов, из них все с рецидивом и глиобластомы, у которых уже исчерпаны лучевые методы лечения, темозоламид, который они получали, лецисплатин, пластинки, которые закладывались в ложеопухоли. Из 10 пациентов 6 человек живы в сроке от 6 и 13 месяцев. То есть это направление, которое идет поток статей из Юго-Восточной Азии, но все идет пока на уровне эксперимента, мы уже пришли в клинику. ферромагнетики ферромагнетики в опухе головного мозга я нигде не встречал в клинике. Тогда все. ферромагнетики 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 ферромагнетики